Всем привет! Слышно ли меня? Слышно ли меня? У меня опять интернет так себе, но тем не менее, надеемся, сквозь поглушила к вам прорвемся. У нас сегодня гениальный Александр Петриков на тему, естественно, событий в Гаити. Ну, на самом деле, тут могу поделиться кухней. Я хотел плакат фильма «Комедианты», поскольку, я думаю, не у меня одного. С книги «Комедианты» Грэма Гримма или с фильма «Комедианты» началось и, собственно, и закончилось, наверное, знакомство с Гаити. Но Александр выбрал известную сцену из фильма «Прошу слова», где, значит, семья плачет, папа подумал, что что-то случилось с бабушкой. А на самом деле, вот президента Альенде... Господи, всплыло какое-то адское окно. На самом деле, президента Альенде убили папочка. Значит, я не понимаю, то есть сейчас МВД Гаити заявило, что президента убили иностранца. Не знаю, не понимаю, что это такое. Гаити нам известно, как такая страна первая, наверное, в истории. Не беря родную Африку, страна победившего БЛМ, страна, скатившаяся в ад, при этом, соответственно, крупнейший в мире производитель мячей для бейсбола. И, видимо, этим она ценна. Ну, а комедианты, кто не читал или не смотрел, тем советую. Действительно, ну, не знаю, лучшее, не лучшее, ничего больше про Гаити не знаю. Произведение, знаковое, культовое, легендарное произведение, собственно, об этой диктатуре. Еще про Дювалье, естественно. Ну, и как бы, там, фильм с Элизабет Тейлор также заслуживает всевозможной симпатии. Вот. Это был мой краткий тейк про Гаити. Я видел в комментариях, спрашивают, значит, стоит ли надеяться на такое применительно к Беларуси. Ну, мы понимаем с вами, что это возможно только в одном случае, если вот те иностранцы, которые убили президента, будут из России, будут русские, будут отправлены руководством Российской Федерации. Но она, естественно, на это никогда не пойдет. Был фильм какой-то, Довженко, да, в смысле, Довженко точно фильм, не знаю, как он назывался. Послевоенный фильм, из которого цензура вырезала пронзительную сцену, когда старый учитель, переживший оккупацию, умирает от старости. И Большаков, начальник госкино советского, да, объясняя Довженко эту, как бы, сцену, сказал ему, ну, вот там наверху, а Сталин был уже, собственно, пожилой и нездоровый, там наверху не любят, когда старики умирают. Штекер плохо вставлен, говорят комментаторы. Звук, как из бочки, микрофон я поставил справа, вернее, не то, что поставил, нашел его справа и не стал переставлять. Совсем все плохо, да? Вот, ну, посмотрим, ладно. Значит, там не любят, когда старики умирают. Естественно, соболезнования от российского МИДа также можно зарифмовать с тем, что в России не любят, когда президенты погибают. И в России не любят, когда Майдан побеждает. Тем интереснее, когда сегодня Пашиняна принимает Путин, обнимает, поздравляет с победой на выборах. При этом мы наблюдали, как бесновалась официальная Россия, в том числе наши знаменитые медийные армяне, когда Пашиняну вроде бы грозило и поражение на выборах, а до этого Майдан. Нашли сегодня, Рашакулс нашел давний уже пост Маргариты Симонян о том, что Пашинян пообещал уйти в апреле этого года. И она пишет, ах, как жаль, вот собирались на море, наверное, Тигран повезет нас в Ереван праздновать свержение Пашиняна. И, соответственно, этим людям сегодня, наверное, грустно, но мы за них, естественно, не переживаем. Также, кому грустно и за кого мы не переживаем, я прямо, если честно, испытал некоторое эмоциональное злорадство. Ну, про Протасевича как бы, да, понятно. Конечно, сегодня была у нас в чате дискуссия на тему того, можно ли его уже сейчас считать заложником, когда он вроде бы ходит, улыбается и пишет комментарий. Я, на самом деле, не очень разделяю радость тех, кто среагировал на его двойное тире, а вот Роман, значит, ему писали, если вас пытают, сделайте двойной знак припинания. Я думаю, совпадение, но на самом деле здесь логика нелинейная, и да, наверное, в этом состоянии похищенный, запуганный, изнасилованный, избитый, он уже ведет новое существование, такое посмертное, как в фильме «Мертвец». И поэтому здесь я не думаю, что стоит всерьез обсуждать как бы по-настоящему, он так или не по-настоящему, но тем не менее. И да, поскольку, ну, мы видим, что для Лукашенко он уже как бы, ну, такой полураскаявшийся оппозиционер, участник пресс-конференции казенных, герой телевидения, вот твиттер ему завели, то есть также забавно, что старый твиттер, действительно, он не отдал пароль или как бы там пароль у других людей, и там в «Нехте» условно они его поменяли, непонятно, выглядит комично. Да, и как-то уже ушла эта тема, что он совсем враг, террорист, кровопийца и так далее, и вижу, как, собственно, увидел пост Александра Коца, порадовался, что как же так, да, что террорист, значит, участник Азова и так далее, а вот так, друзья, да, и вам еще придется делать вид, что вы также любите нового Протасевича, радуетесь ему и так далее. Вот, помимо того, что вся история адская, помимо того, что Лукашенко больной ублюдок, сегодня мы увидели, как он поводил, извините, хуем по губам тем российским, не только, на самом деле, медийным людям, но и, допустим, представителю ВООН, да, не Небензи, а его заместителю, не помню фамилию, да, который, когда зашла речь о похищении Протасевича на голубом глазу, ВООН сказал, а его не за «Нехту», да, его за, он был в розыске за «Азов», что либо неправда, но, очевидно, в розыске он за «Азов» не был. Ну, как бы и стыд, да, и России придется это проглотить, как Россия проглатывает, мы сегодня увидели в той же «Нехте» из утечки материалов министра иностранных дел Белоруссии Макея, который, значит, в общем, возит Лаврова лицом по столу, заставляя его делать то, что нужно белорусам, а именно запрещать фильм этого самого, господи, политтехнолога нашего Шклярова, да, фильм, игровой фильм «Минска», снятый в Эстонии, вот, типа, и он в России показан быть не может, да, при этом отказывает Лаврову Макеев в реаккредитации корреспондентов ТАСС в Минске, потому что к ТАСС у белорусских властей претензии, и также отказывается, ну, собственно, даже на уровне де-факто признавать Крым и, соответственно, поставлять какие-то товары напрямую из Белоруссии в Крым, предлагают найти какого-нибудь российского посредника. И я, наверное, напишу, ну, собственно, вот слово уже мы заездили, да, национал-кугалдизм, но национал-кугалдизм будет темой моей колонки сегодня в Репаблике, и применительно к Китаю, естественно, ну, и на самом деле, как бы, просто в целом, значит, какова на самом деле Россия, попробую об этом порассуждать. Сегодняшняя колонка про Стрелкова, на самом деле, да, понятно, там, в начале заход про Афганистан, чтобы, там, чуть-чуть подтянуть информационный повод, да, там, не круглая, и не сегодня, да, позавчера было, было семь лет, как Стрелков ушел из Славянска, но мне показалось важным, интересным еще раз эти вещи проговорить. Я вчера обещал, что, вот, как бы, хочу порассуждать именно о феномене, да, об этом образе, который родом из Югославии и из Чечни и много откуда еще, вплоть до приморских партизан, наверняка опять не до конца, как бы, сформулировал, что требовалось, да, мне лично, но при этом, как бы, не оставлю этой темы, просто Стрелкова пишу семь лет и писать про него, в общем, люблю. Но комментаторы, как бы, не подвели, да, в комментариях на Репаблике, да, где подписчики за деньги, естественно, идет такое проукраинское, ну, легкое, но, тем не менее, проукраинское объяснование. Так, что у нас еще? Обратил внимание вчера, и, на самом деле, там, вот, опять же, один из вас мне говорит, а, ну, ты Олег затроллил, написал, Митя прав, и, типа, непонятно, какой Митя. Два поста, не связанных между собой ничем, кроме темы, пост Митя Олешковского и пост Ольшанского на тему, опять же, вкус виллы, ЛГБТ-пропаганды и так далее. Не хочу каким-то образом, там, ругать Олешковского, он хороший и все такое, вот такие дела вообще, великое издание знаковое, но, тем не менее, да, перед нами два автора. Один, как бы, что называется, умный и производящий смыслы Ольшанский, другой, воспроизводящий, там, не знаю, вот то, что мы называем обратным переводом. Откуда-то оттуда Ольшанского был посыл, на самом деле, да, что есть две разные, не связанные между собой истории, да, права геев, как бы, и возможность для геев жить, как бы, той же жизнью, которой живут натуралы. И, собственно, вот это противостояние новой, там, глобальной диктатуры, ну, понятный набор, как бы, да, для которого гейство, как и феминизм, как и антирасизм, не более чем инструмент. Ну, тоже не бог весь, какое открытие, да, но просто посмотрите эти два поста, по-моему, разница очевидна, и что называется, не то, что разница между одним и другим, а между теми и этими. И понятно, на чьей стороне стоит, по моему мнению, быть. Значит, дальше, что еще? Комичный эпизод с анекдотом Кураева про еврея, анекдот длинный и, по-моему, не смешной, я его не запомнил, но, тем не менее, история такая, что в эфире «Дождя» Кураев рассказал анекдот про еврея, а когда еврей боится, что, с учетом тренда, когда при Сталине за что-то сажали, при Сталине убивали, при Брежневе сажали, а при Горбачеве стали заставлять, еврей боится, что будут заставлять всех быть геями и, соответственно, уезжают в Израиль. Старый анекдот, но, тем не менее, Альбатс написала, что какой кошмар, Кураев рассказал, значит, гнусный антисемитский анекдот, и его никто не одернул, но, кей Альбатс сумасшедшая бабка. И тут приходит главный редактор «Дождя» Тихон Дзитко, извиняется перед Альбатс и говорит, что, действительно, надо было одернуть эту антисемитскую выходку Кураева. На самом деле, кошмар, кошмар. Еще раз сделаю пометку, что мне неловко говорить про дождь, поскольку, собственно, я был первым, кто был убран оттуда после прихода Тихона, поэтому любое мое высказывание может прозвучать как сведение личных счетов, но, действительно, дождь в точке, ну, А, понятно, это давно было, ну, там, промежуточный какой-то, А плюс, да, лет пять назад, что такое был дождь. В общем, что-то, по крайней мере, светущее и сложное. Сейчас какая-то абсолютная помесь журнала «Докса» и, не знаю чего, «Навальный лайф», наверное. В общем, какой-то, действительно, феномен, ну, собственно, тот случай, когда, если завтра вдруг окажется, что дождь по жалобе какого-нибудь ветерана будет ликвидирован, уже не скажешь, типа, ах, как жаль. То есть скажешь, конечно, но, тем не менее, с тяжелым, скажем так, сердцем. Между прочим, к вопросу о жалобе ветерана и о давлении на прессу важная дата. Давайте не забывать, сегодня ровно год, как посадили в тюрьму Ивана Сафронова. Это общий лейтмотив всех комментариев, с которыми я абсолютно согласен. У парня просто в расцвете сил украли год жизни, а на самом деле год в тюрьме – это не просто год жизни. Человек из него выходит постаревшим более, чем на тот срок, который он провел за решеткой. Действительно, в течение года никто не доказал никаким образом, в чем он виноват, за что его посадили. Все это выглядит как наказание его за публикации в «Коммерсанте», и, вероятно, прежде всего, за ту самую публикацию, после которой он лишился должности, лишился работы, про Матвиенко, Нарышкина и так далее. И, собственно, наверное, действительно Нарышкин и стоит за буквально растаптыванием ни в чем не виноватого человека, которого, видимо, с учетом страхов и представлений Путина о прекрасном, назвали шпионом, чтобы гарантированно посадить в тюрьму. В общем, кошмар в свободу Ивана Сафронова. Значит, еще, не знаю, не очень прогремевшая история, но меня она как-то тронула. Есть теория из телеграм-каналов, и, на самом деле, ну, почему нет? Сегодня мы узнали, что Яндекс запускает свой сервис самокатов, и на этом фоне недавняя волна трагических новостей о самокатах выглядит как, собственно, борьба медийная, или, не знаю, чья, людей, стоящих за этим проектом, борьба с мелкими самокатными конторами. Понятно, что иногда люди реально там ломали руки, ноги погибали, как вчера погибла татарская девушка. Но, что называется, и год назад с самокатами была та же проблема, которая никого не трогала. Вряд ли за последний месяц вдруг самокаты как-то обостились. Похоже на компанию, и поскольку я человек пожилой, я, естественно, помню, вот боюсь, правда, соврать, это была уже покупка Дерипаски, или перед покупкой Дерипаски, Дерипаска и Газа, Горьковский автозавод, Нижегородского, была действительно, мы видели ее, мы помним, совершенно адская кампания, когда каждый день по телевизору, в газетах и так далее писали, 2002-2003 год, что вот очередное ДТП с Газелью, маршрутки убийцы, маршрутки зло. И есть забавная полемика тех же лет, и я нашел только одну ее половинку, статью Валерия Панюшкина, «Стыдна Оля», обращенная к ведущей НТВ тогдашней, которая начала, значит, выпуск новостей с мрачного лица, да, что вот ДТП с Газелью, вот, пожалуйста, видео, погибли люди в Питере, да, было ДТП, погибли люди, но это был Мерседес на самом деле, но, что называется, в рамках кампании была нужна Газель, поэтому даже видео использовали старое с Газелью, вот. И он, соответственно, ее стыдит и правильно, в общем, делает, я думаю. И чего я не нашел, то есть как бы нашел следы, но отовсюду удалено, и только в моем, опять же, уютненьком ЖЖ 20-летней давности, 18-летней давности, осталась маленькая цитата из ответа Панюшкину, под заголовком «Стыдна коллега», из ответа Алексея Пивоварова, как бы, собственно, тогдашнего, по-моему, там, не знаю, начальника новостей НТВ, где он, соответственно, объясняет, что «Нет, ты, Валера, не прав, это мы делаем новости, и если в последнее время так много аварий с маршрутками, это общественно значимая проблема, и мы должны о ней говорить». Очевидно, джинсовая история, очевидно, уже там, как в последнее время, некоторые сюжеты YouTube-канала «Редакция» вызывают вопросы публики, и мы помним, что еще в 2003 году Алексей Пивоваров был замешан в компании против маршруток, против «Газелей». Обращаем на это внимание. Значит, Пичугин сегодня стало известно, что Пичугин, легендарный, «Юкосовский безопасник», сидящий пожизненно за весь набор преступлений, убийств, приписываемых Юкосу, отказался от своих давних, собственно, предложенных ему его бывшими работодателями адвокатов, принял адвокатов по назначению, и можно, наверное, догадаться, что это вот то самое давление, которое приведет к признанию им вины и к объявлению Ходорковского заказчиком этих убийств, включая убийство мэра Петухова и, там, не знаю, пожизненный срок превратится в 20, а в 18 уже отсидел, допустим. На самом деле, ну, наверное, грех так как-то рассуждать вообще, да, на себе не показывают, но, тем не менее, ты садишься в 2003 году, понимая, что ты сел в тюрьму как заложник в борьбе Ходорковского с Путиным, и через пару лет Путин исчезнет, да, Путин уйдет, и ты выйдешь из тюрьмы, и все твое пожизненное никому не будет нужно, ты будешь свободным человеком. Наверное, Пичугин мог так думать 18 лет назад. Отсидев 18 лет, наверное, человек меняет свое отношение к происходящему и понимает, что вот то ожидание, что там сейчас придут мои друзья, меня освободят, оно, в общем, прошло впустую. И, наверное, да, действительно стоит ждать того, что Пичугин превратится в Протасевича, да, и будет, соответственно, выступать в программах НТВ на тему того, как Ходорковский убил мэра Петухова. При этом, вот опять-таки, есть этот, ну, что называется, не очень, на самом деле, честный консенсус изначально, да, что там политзаключенные, как бы невиновные, но все-таки действительно начальник службы безопасности НТП Юкоса в 90-е годы, ну, фигура дискуссионная, по крайней мере. И, ну, я сам сейчас говорю, немножко запинаясь, потому что как бы говорить об этом неприлично, но об этом же нужно говорить, правда же? Может ли Пичугин быть виновным по-настоящему, да, без пропагандистской шлухи? Конечно, может. И как с этим быть? А черт его знает. Мы сегодня, опять же, с одним из вас рассуждали про, я запостил фотку, когда литовцы, да, и евреи, и жители города Малитая вручают хлеб-соль, или что там они должны вручать президенту Литвы Сметоне в 38-м году. Пройдет три года всего, и сами эти жители Малитая устроят самую колоссальную этническую чистку в рамках Холокоста, которая теперь символизирует, как бы, собственно, Литовский Холокост. То есть даже те евреи, которые на фотографии, они погибнут. И да, вот мы уже понимаем, да, мы считали Рутова-Нагайта, что, ну, понятно, литовцы, там, имея право мстить Совкам за оккупацию, немножко переборщили, устроили Холокост. Да, да. Значит, дальше. Один из, собственно, участников Холокоста активных, все время забываю его фамилию, Романаускас, по-моему, да, ну, по прозвищу Сокол, в итоге был после войны самым знаменитым лесным братом, 10 лет воевал в лесах, и в 1956 году был схвачен, как бы, КГБшниками и доставлен в тюремную больницу с выколотыми глазами, отрезанными яйцами, да. И вопрос, как бы, мы ему, конечно, сочувствуем. Сочувствуем жителям Литвы, евреям Литвы, убитым литовцами, тоже сочувствуем. Кто виноват? Вопрос, опять-таки, кто исходно виноват? Ну, наверное, Ленин, как бы, да, но, тем не менее, тут тоже можно подумать. Ну, вот все виноваты, наверное, все говно, как в книге Чейза в очередной, да. Литва, тем более, выстраивает стену, обещает построить стену на границе с Белоруссией по-трамповски. Я вчера рассказывал про Меденинкай, про первые таможни на границе Литвы, и мне в комментариях кто-то, видимо, из таких просоветских комрадов написал, ну, вот не забывай, что началось все с того, как какой-то белорусский милиционер ехал, значит, через границу, литовские таможенники, сепаратисты, непризнаваемые ни Белоруссией, ни Москвой, тем более, да, весна 91-го года, сепаратисты, таможенники литовские потребовали остановиться. Он не остановился, они обшеляли его машину из кустов, где у них была засада. Вот, и, соответственно, за это получили ответку, пришли, значит, неопознанные ОМОНовцы, да, и убили таможенников, сожгли таможенный пункт. Ну, не знаю, не знаю, что называется. В коллизии независимости Литвы в 91-м году я во многом иррационально на стороне, конечно, литовцев. Тут, как бы, скрывать нечего. Значит, про Явлинского, ну, забавно, действительно, что его вчерашний Харда и знает, был во время футбола, да, и, соответственно, о том, что Явлинский призвал навальнистов не голосовать за Яблоко, все узнали сегодня вечером, потому что вчера, естественно, никто не смотрел. Ну, что здесь сказать, как бы, тут я видел в комментариях, я соглашусь, когда Явлинский говорит, что наша партия – это не такси, которые везют куда хочешь. И здесь, скорее, читается намек на политические уберкассы абсолютно. То есть, да, у него же война с кассой такая локальная, окей, не будем об этом забывать. А так, ну, понятно, что партия Яблоко АП-шная, понятно, что партия Яблоко, ну, с Навальным ее связывает не только АП-шная история, согласитесь. Собственно, Явлинский Навального выгонял, когда еще это было немодно. Вот, поэтому, ну, да, такая вот вечно наблюдаемая нами драма Григория Явлинского, которая о чем нам говорит? Да ни о чем вообще. Нет никакого Григория Явлинского, но, собственно, мы его знаем уже 30 лет и помним. Значит, что еще, что еще? Еще, да, в Москве бездомные со словами «Держи прививку, воткнул шприц в прохожего». Я просто это прочитываю, чтобы это осталось в наносфере, потому что действительно вот воплощение всех этих историй про шприцы или иголки со спидом, воткнутые в перилы или в кинотеатрах и так далее, вот по-настоящему бомж уколол прохожего. Ну и редкая наша, но любимая многими рубрика про Нила, также не могу молчать. У Нила сегодня был в школе урок анатомии, 6 лет, напомню, первый класс английский. Вот, и, соответственно, он мне, значит, сказал по дороге, говорит, ты знаешь, как по-настоящему называется писька? Я говорю, как он говорит? Пенис. Пенис. Отлично, говорю я. Он говорит, еще нас учили, как называется та дырка у девочек, которые вместо письки, но я не помню, но вообще много всего объясняли, но я запомнил только письку, пенис, потому что пенис мне нравится больше всего. Хорошо, подумал я, и, собственно, на этой ноте призову вас поставить лайки и нажимать кнопку с долларом. Также внизу указаны довольно важные платежные реквизиты, и если я буду забывать читать Donation Alerts, вы меня пинаете, пожалуйста, но там также указан PayPal и U-Money. А я, еще раз призвав нажимать у вас кнопку лайка и доллара, буду разговаривать с чатом. Детка мудает 700 рублей, спрашивает Дмитрий. Дмитрий, бросайте, что называется, не глядя. Бог узнает своих. Снеслав Бышок говорит нам. Здравствуйте, Олег Владимирович. Есть ли в РФ более душный политик, чем Явлинский? Вы знаете, мы сегодня по репосту Паму Караульного в телеграм-канале увидели телеграм-канал под названием «Тот самый Козлов». И вот мы с Егором Галенко обратили внимание, а что за Козлов? Незнакомый человек, типа депутат Новой Москвы, что такое. Ну вот да, поэтому не самый, я думаю, Явлинский душный политик. И Гриша говорит, ой, привет, может Губина на стрим, интересно наблюдать, кому выдавливают из себя русского по капле. Еще идеи для гостевого Иван Давыдов или Шендерович. С Иваном Давыдовым есть такая спящая история в рамках репавлика, может быть, как-то она случится. Шендерович, я бы хотел, но это исключено, наверное, тем более дистанционно, тем более без посредника. У меня с ним, как вы знаете, были дебаты два раза в жизни, с интервалом пять лет. И оба раза, несмотря на то, что в первый раз я выступал как прокремлевский, во второй как антикремлевский, оба раза личное, межличностное перевесило. И, соответственно, мы с беспримесной ненавистью друг с другом разговаривали. Так же, наверное, будет сейчас. Но для этого нужен посредник хотя бы Венедиктов. Что касается Губина, он меня поздравил с днем рождения недавно. Мы обменялись парой реплик. Он следит за тем, как я о нем говорю. И, естественно, не согласен со мной, но относится к этому добродушно. Я это ценю. Хотя, конечно, вот его отрицание всего, из чего он на самом деле состоит, оно, конечно, печально выглядит, чего уж там. Айдас приветствует нас, которого давно не было. И, между прочим, Айдас, другие пользователи, в частности, ВП, вместо вас писали нам всем свеки. По графику теперь Навального должен скрывать Жириновский, а потом Миронов. Да, а потом, опять-таки, телеграм-канал Кремлевская прачка напишет, что эти люди также под видом критики возвращают Навального в медиаполе. И так же Гриша говорит, увы, мое мнение по поводу радио КП. Если возвращаться, то выходить в лучший раз в неделю. У него щерпыху, в идеале один день в неделю на Эхе, один на КП. Передача с Лазерсон мне лично очень зашла. Мне лично тоже зашла. Понятно, что, если вы следили, есть разные мнения на этот счет, которые вызывают умеренную и оптимистичную тревогу, скажем так. Но, что касается раза в неделю, я как раз сторонник ежедневных форматов, как вы знаете, наверное, помните, ну и, собственно, по нашему стриму. Представьте, был бы у нас с вами стрим раз в неделю, кому бы от этого было хорошо. Айдас, вот да, я Айдаса видел и с ним согласен. Явлинский наехал на Uber. Николай Ставрогин нас приветствует. И Максимум Йоба, дорогой, здравствуйте, Максимум Йоба. Юсупер, говорит Олег, как должна была вести себя Россия, как правоприемница после развала Союза перед бывшими республиками, и просить прощения, ведь при селении народа в ГОД все было, да, разумеется, все было. И, собственно, здесь продолжение дискуссии о том, является ли Россия РСФСР, РФСР полноценным наследником Советского Союза. Юридически, как бы, да, все были довольны, все были согласны, там, заграничные представительства, имущества и так далее, и так далее. Но и морально, и политически нет, конечно. Русский народ не несет никакой ответственности перед народами, которые переселяли, устраивали ГОД и так далее. Тем более, что русские страдали не меньше, а часто и больше остальных. А в послесталинские, в мягкие времена, естественно, РСФСР была самая забитая, самая бесправная колония. И все остальные 14 сестер, включая даже Белоруссию, были гораздо более привилегированными, чем она. Поэтому и в этом смысле Россия кается не в чем. И кем нужно было быть, каким там, не знаю, сэром Уинсоном Черчиллем, чтобы в 1991 году хотя бы так сформулировать. Я думаю, людей готовых, как бы, к такой дискуссии 30 лет назад просто не было. И да, сейчас мы можем, как бы, свысока говорить даже, что Ельцин мудила, как бы, и правильно говорим, да, побросал русских за пределы мира СССР. Но какие были варианты, да, если бы мы с вами на месте Ельцина были, я не думаю, что мы как-то сумели бы, хватило бы у нас, не знаю, штыков избирателей или денег, там, какие ресурсы должны быть, чтобы либо границы скорректировать в свою пользу, либо перевести всех русских. И что с этим делать, ну, кроме того, чтобы понимать, что границы несправедливые и что там какой-то реванш неизбежен, да, или был неизбежен, сейчас уже избежен, и все ушло в свисток Крыма. Но, тем не менее, да, как бы, нет такого, что хороший, правильный президент России должен был сказать, да, мы Россия, мы русские, каемся перед дорогими казахами за, там, то, что мы им причинили. Ну, нет же, нет, тем более, что у любой, как бы, у любого народа, даже у тех, которые переселяли в войну, включая чеченские, чеченские было, там, 40-50 лет отыграться, да, за бедствия времен сталинизма. 60-е, 70-е, 80-е годы, конечно, если где-то их проживать, то только не в РСФСР, если ты советский человек, да, то хоть в Минск свали, хоть колбаса у тебя будет. Нормально, Николай Ставрогин говорит, желая, вот, я тоже это уже видел, да, читая новости о Гаите, про себя желать прочитать такое о картофельном диктаторе, или страшно подумать о некоторых главах одной шестой части суши, ну, наверное, пока только о Лукашенко, потому что мы понимаем, что, допустим, да, я, может быть, даже тоже это упомяну, в репаблике Берды Мухамедов, я думаю, да, он гораздо более адский, чем Лукашенко, более кровавый, на нем больше трупов, у него больше ада и больше лет. Он в этом аду существует, да, понятно, Лукашенко 27 лет, но, наверное, Минск 97-го года отличался в лучшую сторону от Ашхабада 2015-го, да. Вот, тем не менее, представить, что мы с вами давно взбали душа за то, чтобы Мухамедов, как бы, да, вот бы кто-нибудь его убил, да нет же, на самом деле, я как раз сегодня перечитывал свою колонку про крокодилов, про какую-то прошлую, уже всеми забытую чеченскую девушку, которую по этой же модели, как из Дагестана недавно, лет, куда, три назад, два года назад увезли из Москвы. И тоже, я помню, Катя Винокурова заламывала руки на тему того, что как же так, похитили девушку, ну и, собственно, я там рассуждаю на тему того, что давайте не лицемерить, когда чеченцы похищают чеченцев, как бы это уже стало точкой консенсуса в России, также и с туркменами, поэтому, это к вопросу Юсупера, ну, пока на месте, как его фамилия, у нас даже заголовок есть, но я его не вижу, и заголовок, заходная картинка, на месте вот этого гаитянского чувака, я пока только Лукашенко мог бы деликатно представить. Будет ли с вами сон, дебильный джинк в бумерском стиле эхо, вы можете на это как-то повлиять, или шнур неизбежен, вообще ничего не знаю, если честно, даже ни одного шнуровского джинка не слышал, наверняка они омерзительны, оно что называется «Дело их». К нашумевшей колонке про вкусвилл, мы не гомофобы, мы традиционалисты. Ну, вы, Максим Юба, вообще прекрасный человек, но вкусвилл извинялся перед гомофобами. Со времен Мариса Бишопа не было такого в Карибском бассейне, и вот опять Бишоп, да, президент Гренады, которого убили во время операции Американской в 18-м году. Предпоследняя, наверное, вот такая операция времен Холодной войны, да. Олег, вам не кажется, все так, восточные женщины, обсессия богатых белых русских перед восточной экзотикой. Вас самого привлекают девушки с Кавказа, Средней Азии? Я в этом смысле абсолютный, что называется, Гитлер. Поэтому, ну да, и вчерашняя, собственно, обратите внимание, героиня ФБК, да, из Ростуризма со сложенным именем, тоже там же главный вопрос, как бы кто мужик. Олег, на Украфейсбуке один тип вырезку из себя выложил, там, где не брат, ты мне гнида вышиваночная. Хорошо, мы рады, когда доходят до украинской аудитории. Ой, в дискуссию проеха КП, если возвращаться на КП, то у него щерпэху должно же быть две ноги, как в свое время говорил Сурков. Ну, главная нога стрим пока, да. Без одной недели полулета, да, кошмар, в Лондоне холода, микрофон, да, нормально, звук как из бочки. Интересно, а почему? Так. Я смотрю, какой микрофон, или уже это не исправить. Наверное, это не исправить. Ну и ладно, ладно, все понятно. ОВС, спасибо за наводку, Иванов Разумник ТОП, купил вчера в МДК, буквально с полки. Вот, спасибо. Два евро, Дмитрия Яковлева, как вам футбол, Олег Владимирович? Я тут еще футболист, я понимаю, что надо болеть за датчан, потому что они крутые, но мы с Нилом решили болеть за Великобританию, за Англию. И будем это делать. Меня сегодня жена поставила перед фактом, в смысле, я и в мыслях не был, если честно, идти в паб. Но жена говорит, так, сегодня поставим телевизор в комнату, да, значит, купим стейков и будем, значит, дома смотреть телевизор. Надо смотреть футбол. Ну, ладно, хорошо, окей. Кто такой, Вячеслав Сурков? Ну, в общем, легендарная фигура. Футбольный матч. Александр Мужник, Спартак, Динамо и приполнен стадион. Александру Мужнику спасибо за мой сегодняшний прогулочный маршрут. Он меня вчера смутил вопросом про Уэмбли, когда я был последний раз хотя бы около Уэмбли, и я сегодня пошел посмотреть, как там. Там, конечно, даже Никольской, на которой я не был, это не назовешь. Вот дорожка от метро до стадиона, ну, там, не знаю, полкилометра, наверное, довольно длинная, но не очень длинная. Идти минут пять, наверное, семь. Широкая такая аллея. Вот, собственно, на ней уже в два часа дня объясновались английские. Конечно, от других не было болельщики. Только Храмовская в Телеграме мой пресс-секретарь, уважаемый гипербуз. Один из Густапсовых задружил с дамой и пропускает все новости интернета уже почти третью неделю, но не стрима Олега Владимировича. Совершенно верно, потому что перед вами, пожалуй, лучший стрим в этом жанре и быстро, остро, душевно. Привет из электростали от Артема Артемова. Есть ли какие-то хорошие фильмы или книги про первый состав Госдумы девяностотого года? Про народных депутатов тоже было бы интересно глянуть. Про первый состав Госдумы сходу вам говорю. Книга Глеба Черкасова и еще какой-то женщины под названием «Повседневная жизнь Госдумы девяностотых годов». Вот в той серии «Молодой гвардии» «Повседневная жизнь». Про народных депутатов я рекламировал книгу Ильи Константиновой «Мятежник». Она как бы, да, про РСФСРовских, российских депутатов, про союзных, навскидку, не знаю, наверное. Ну, Собчак, «Хождение во власть», наверное, да. Я ее не читал, по-моему. А вчера я к вопросу о первых депутатах выкладывал смешные картинки, сканы из газеты «Аргументы и факты» после избрания Ельцина. «Аргументы и факты», хоть и не как бы не самая умная, не самая, там, не знаю, какая оккультовая газета эпохи, да, но при этом самая популярная газета в мире, да, 34 миллиона экземпляров, фразовый тираж каждую неделю одного номера, да, по Советскому Союзу. Вот. И меня поразила интонация, тогда ты этого не замечаешь, да, а когда, значит, вот избрали Ельцина первый раз, да, вот по-настоящему он единственный раз пришел к власть в драматичной борьбе, да, на съезде. Вот. И газета пишет, «Ельцин избран председателем, депутаты проявили мудрость и прислушались к мнению народа. Не избрание Ельцина грозило бы ужесточением кризиса». Почему кризиса? Есть же и другая точка зрения, да, и мы с вами, я думаю, тоже многие разумно думаем, что если бы Ельцина тогда не избрали, многих бед Россия могла бы избежать. Но газета вот так на голубом глазу безапевляционно засовывает людям эту мысль. И еще там вот к вопросу о, опять-таки, да, депутатах. Я сам забыл эту историю, но там в газете она прямо упомянута, что вот был омерзительный скандал с провокацией, когда появился, называется, коммерческий флаг царской России. Ну, понятно, флаг флота, на самом деле, да, таков его статус был в тогдашних энциклопедиях. По крайней мере, его еще называли национальным, но имея в виду, что как бы вот национальным флагом в годы до революции называли флаг торгового флота. Белоснег-красный флаг. И, значит, там дошло до скандала, должны были вызвать коменданта Кремля, и в итоге там пятно легло на репутацию всех депутатов-демократов, хотя к инциденту с флагом причастны только два или три человека. Я думаю, это Аксючица Астафьев. Один был лидером христианских демократов, другой лидером кадетов. Астафьев где-то растворился после октября 1903 года. Аксючицу больше повезло. Он дружил с Немцовым Борисом Ефимовичем, и, соответственно, когда Немцов был вице-премьером, Аксючиц был его не помощником, но работал в его аппарате, отвечая буквально за захоронение царской семьи. Вот такая история. Есть ведь такая вероятность, что современное молодопоколение настолько духовное, что в сольфьях будет меньше прихожан, и вообще религия уйдет. Но не думаю, религия должна быть всегда и будет всегда. Приветствую Яркого Кашинца и Кашина и всех Кашинцев. Лисенок Алиса, здравствуйте. Достойно двойное подчеркивание Протасевич на каждом твите делает. Вот. Но я тоже так понял, что это не связано. Убили иностранца из, естественно, соседней державы, которую зилох хвалил патриарх. Да, я хотел даже про это сказать. Крутая история, давняя, не все помнят. Когда случилось неотрясение на Гаите, патриарх, причем там еще такой был контекст, он выступал в Казахстане и сказал потом, а вот казахи почему в Гаите из-за внутрясения все погибли, да? Потому что как бы там ленивые, обнаглевшие люди. Я, говорит, он бывал на том же острове из Доминикана, да? Вот там клевые люди, трудолюбивые и просветающий регион, да? А Гаите – говно. Вот. Но публично, да, вот, ну, патриарх – публичная фигура и там митрополитом он был много лет, да, и тоже как бы с официальными поездками. Он никогда не был в Доминикане. Тогда же ходили слухи, причем я даже знаю людей, которые, отдыхая в Доминикане, видели усадьбу Патриарха и усадьбу Шойгу, что да, у него там недвижимость, он там бывает часто. Но как раз он смешно проболтался вот тогда. ОВС, спасибо за сегодняшний репаблик. Кирилл Сенцов, спасибо вам. Гиркин, человеку клануля, по Натану Дововицкому, да. Продосевич станет новым пометом, да? Нет, убьют рано или поздно. Видимость и слышимость, спасибо. Олефина Колеса, кажется, Грета Уаса, плюс 30 еще неделю в Москве. Парадокс, нормальный звук. А Рамашотович высказался друг на Николе в Сенцове. Я боюсь, как бы, вот Рамашотович, не знаю, с инфарктом не слег, как известный нам Данила Гальпирович однажды. Потому что, ну, реально, Рамашот еще реально болит эта тема. А тут вот еще от Путина такой удар в спину. ОВС, на вас часто обижаются. Год назад меня тоже послали, я погулял пару месяцев и вернулся. Мне нравятся ваши стримы. Денис, спасибо огромное. На самом деле, если я кому-то нахамлю, там, опять же, ситуативно, в каком-то разговоре, а он не обижается и, собственно, ну, на самом деле, даже как Губин. Пока, по крайней мере. То я таких людей особенно ценю. Их немало. Понятно, что хотелось бы, чтобы их было больше. Но на самом деле, я понимаю, что в реальной жизни их не должно быть совсем. Поэтому каждого ценю. Каждому благодарен и вам тоже. А так бывает, конечно, там, где не стоит говорить, там, типа, сам сосед, да, в итоге говоришь и приобретаешь, ну, что называется, репутацию. Ну, я думаю, моя вот в этом смысле репутация в плане, там, не знаю, конфликтности, она во многом неадекватна. Олег, как вам события на Гаити? Им посвящен стрим, да. Протасевич оказался не герой, а обычный диванный карикатурный мальчик. Навальный при всей сложности куда достойнее. Ну, Навальный, как бы, и фигура более масштабной в этом случае. Ну, и так согласен, конечно. Опять же, Протасевич белорус, Навальный русский. Средний русский и средний белорус всегда соотносятся именно так. Так, смотрели ли вы в детстве мультфильм «Разлученные» с песнями Боярского о Фрэнлих? По мне, это гораздо страшнее самого жуткого буки. Нет, даже, по-моему, не слышал никогда. И не знаю, о чем речь. Я с песнями Боярского. Мультфильм, конечно, главный в моем детстве. И не «Голубой щенок», которого я тоже, по-моему, ни разу не смотрел полностью, а «Очень синяя борода». Почему-то его часто показывали по телеку. И он... Вот не знаю, чья это музыка. Не Максима Ледоноевского, опять-таки, да? То есть, вот я сейчас прямо сказал, «Очень синяя борода» и представляю визуально эту черно-белую картинку, да? Как просто рисунки, да? Там шевелятся. И... Графика, да? И песни Лариса Долина, и Боярский. И хорошие песни. И в очередной раз коснусь своей теории, что вот краткий период с 79-го по 84-й год главный наш композитор, да? Народный. Это Максим Доноевский. Лучшие песни того периода. Это у него ни до, ни после великих песен у него не было. Как будто бы реально нашел где-то... Да, причем не просто великий эстрадный композитор. Главные хиты в кино. То есть, это такая неочевидная история. Не написал там Алле Пугачевой пару хитов, да? А вот именно кино, которое еще там народ должен посмотреть, как бы и кино должно быть удачным, наверное. Хотя нет, это еще фильмы украинские с Боярским. Куда он денется, да? Или еще что-то. Говно, а песни остались. И также, да, потом он сейчас жив, по-моему. Но кто слышал новые песни Максима Доноевского после 85-го года? Как будто бы реально нашел тетрадочку с песнями, там, не знаю, молодого Игоря Матвиенко, да? И ее использовал какое-то время. В чем главный Деградач правды? Ой, у них почта на Яндексе, вы знаете, Вильфраз даже, да? Нет, ну понятно, что там мы от правды ничего не ждем, но меня поразил объем, во-первых, белорусской и китайской, естественно, джинсы в газете, ну прямо видно, полоса, какая-то слепая статья про про китайского писателя, который, значит, любит коммунизм, да? Внутри белорусский опыт конверсии оборонной промышленности и статья типа, там, позорный след коллаборационизма о БЧБ-флаге, как бы, оказывается. То есть, ну, я на самом деле к вопросу, опять же, об иноагентствах, вот КПРФ, да, посмотрите ее на предмет финансирования китайская, китайская, 5 фунтов скидка на вино, спасибо большое, китайская и белорусского финансирования. Ой, как относитесь к детям Растера Маклина конкретно к 48 часам, когда пробьет 7 склянок? А я, наверное, не читал. Что получится, если на майку, если майку сборная Украины надеть на Василия Уткина, глобус Украины, смешно? Стоит прочитать книгу Зыгоря или Швейка? Зыгоря про 96-й год, наверное. Ну, про Путина Медведева тоже стоит, но уже как бы она устарела, не устарела. У позорнейшего видео путинско-кугалдистского Минобороны с песней на китайском половина зрительных комментариев совсем дураки. Но ваш комментарий про снос советских памятников не моет отжига на могиле, но да, я с ним согласен. И эта самая песня, это не просто песня на китайском, она еще на стихи на стихи то есть это вообще спит позор. Китай враг, Китай враг, конечно. Олег, кто сегодня, Дания или Англия? Вы, друзья, знаете мои таланты прогнозистов, потому что футбольного я сейчас сообразил, когда, а вчера это было, да, вчера, когда играли Италия и Испания, я купил бутылку рьехи. Вот, то есть купил бы я итальянское вино, победили бы испанцы. Ваши прогнозы для фигурантов санитарного отдела, вопрос о прогнозах, да, про Сапегу все забыли? Нет? Протасевич написал, что они живут в одном доме и, прямо скажем, в одной комнате. Шендерович и на арти ходят и на эхо, ему все равно, что говорить, он ходит на арти, да, куда? Ваши отношения к поэту Николаю Клюеву? Ну, к вопросу русской гомофобии, вот, пожалуйста, один из знаковых поэтов, гей. У кого это было? У Георгия Иванова было в петербургских зимах, когда заходишь к Клюеву домой, он сидит во фраке, читает книгу на немецком, видит тебя, смущается, говорит, ну, типа, я немножко по-басурмански балакаю, да, вот, переодевается в рубище и они идут там куда-то в ресторан. Но как прям поэт-поэт, которого ты хочешь там цитировать или там еще что-то, ну, понятно, я его котирую не очень. Так понимаю, что фигура, понимаю, что если бы я был филологом, я бы его имел в виду, но, слава богу, я просто простой потребитель русской культуры. Привет, Олег, посмотрел статью Губина, всерьез пишет, что на западе нации появились раньше нацгосударств, например, в той же Франции нацию вполне себе сверху строили, в Германии строили, конечно. Как оцените редакцию Докса? Очень милые молодые люди. На Белых возбудили новое дело, тогда и Навальна может коснуться. Я вчера говорил, да, то есть я немножко извратил ваш комментарий, чтобы он соответствовал тому, что я говорил вчера, но тем не менее. Что будет дальше с Афганистаном? Мне нравится теория Стешина про то, что Китай должен теперь ввести войска. Как думаете, Сталин бы засиделся, если бы немцы взяли за яйца, если бы бежал докуда? Вполне представляется такой сценарий в мемуарах очень, на самом деле, стрёмных, в том смысле, что он позиционировал себя, продавал, причем уже уехал за границу, как переводчик Сталина. Он дважды на переговорах Сталина переводил, не более того, замминистра иностранных дел, замнаркома Валентин Бережков. И он пишет как раз, что при нем однажды Сталин Молотову показал на карту, там, если что, говорит, в Лондоне не поедем, там и так все сидят, там давка. Индия, Индия. Я верю. Ого, только Ставропольское издание. О, спасибо огромное. Было 90-го года, 91-го. Ждем в Москве, братский подгон ждет. Да, конечно, я его просто сам купил в 91-м году. Вот, но поэтому, да, 90-го, естественно. Так, наш Дима из Густапсова чата не знает, что у меня сегодня стрим. Позор ему. Кирилл, спасибо большое. Можете мне написать, допустим, в почту okashin.gmail.com Спасибо большое. Доброго вечерочка, okashin. Доброго вечерочка, Вячеслав Рябков, 40 рублей. Спасибо большое. Олег, что думаете о творчестве Михаила Лизарова и песенном литературном? Ой, вы знаете, в одном из стримов я рассказывал, что я думаю о творчестве, поищите. Есть ли в Лондоне сервис самокат-шеринга? Какое ваше отношение к данному виду? Сервисы есть? Буквально позавчера наконец-то запретили ездить на самокатах в метро, потому что, ну, не часто, но попадались такие BLM-щики, которые реально в метро в Лондоне много длинных переходов и узких, с низкими потолками. Вот ты идешь со станции там с ветки на ветку, а тебя какой-то пидорас чернокожий обгоняет на самокате. Нехорошо. Вот запретили. И отношусь я, естественно, плохо. Убит президент Гаити Живенель Муиз, который удерживал власть после истекшего срока полномочий, собирался провести референдум об изменении Конституции. Вот оно, обнуление здорового человека. Да. Это уже не протасеющая его тень. Да. Рыбников или глотков? Я, как вы могли заметить, вчера не понял, о каком Рыбникове идет речь, поэтому очень осторожно отвечал на вопросы о его смерти. В итоге понял и продолжаю осторожно отвечать. А так, из композиторов Рыбников, наверное, все-таки, вот из этих двух. Можно смотреть на историю развития гражданского общества в России, как эволюцию от бойкота Лукоэла после ДТП Баркова до бойкота Вкусвила после рекламы с лесбийской парой. Можно, конечно, и если бы не ушел Ярослав Кузьминов. Я думаю, я думаю, кто-нибудь защитил бы вышки на этой теме. Ну, не диссертацию, так диплом. Черно-желто-белый ОВС. Слава России в костюме Георгиевской ленточки, как говорится, видел пост Соколовская из Нью-Йорка, не знаю, такое, она с гордостью отмечает, что ее мучающаяся подростковыми проблемами дочь просит себе в психоаналитике строго феминистку, какая-то уже передавится правду постелю. Абсолютная деградация, конечно, пугают люди, которые этого не замечают. То есть, понятно, мы все шизофреники, и, там, типа, вот у вас в пищеном коробке в одном 48, в пищеном в другом 49, в третьем опять 48, вы, типа, ебанутые, да? Вот здесь то же самое, но, правда, я не понимаю, как, там, ну, по мере усугубления всей этой истории мы вообще сможем существовать с такими людьми. Тут либо действительно, там, нас в лагеря будут загонять, либо придется буквально воевать. Не знаю. ОВС. Застали по СТС каскаду Рокки и Бульвинкля в конце 90-х или уже переросли мультфильмы к этому времени? Я не помню, каскад это был или нет, но вот то, что все называют Эй, Арнольд, у меня называлось Привет, Арнольд, по-моему, это был каскад. А так, когда на каскаде уже было СТС, меня это не трогало, потому что, да, наверное, уже вырос. А может ли Путин быть виновным? Это просто вопрос. Может, конечно, естественно, много в чем. ОВК взял худи у своего сына. ВП – это не худи, это регбийка. Ну, а правда, после случая с попыткой наезда на иностранку рассказанного о гении, гении его, есть какие-то сомнения по поводу Петухова? Нет сомнений. По поводу Петухова, чей, говорит, Наталья Захаровича научились отгадывать? А там же нет такого, что там кто убийца или что? Ну, окей, там штампы, понятно, есть. То есть, если ты вместе, ты лирический герой, вместе с женой какого-то мужика, хочешь убить этого мужика, думая, что она за тебя выйдет замуж, на самом деле у нее есть любовник, который тебя потом кинет. Это как бы стандарт. Когда вчера мне книга попалась, которая, вот кто-то меня еще расспрашивал, поздний чейс про геев, там еще про какие-то уже новые веяния, да, а старые, понятно, как такое нуаровское кино. И тут я читаю, да, 80-е, как бы ни одного гея, все как в 49-м году, причем даже однажды Труман упомянут, и однажды опечатка, ошибка, описка и вряд ли переводчика, потому что вместо северной вьетнамцы написано северные корейцы. И я подумал, что это какая-то непринятая в 40-е годы рукопись, которую издали в 80-е. Вот такое мое чейзоведческое открытие. Книга называется «Сдохни, сдохни, пожалуйста». Дед, после чейза начинай Дика Фрэнсис. Я читал, конечно, Ракитину изначально вообще, да, то есть как бы шокирующее и легкое чтение перед сном. 100 рублей. Ракитин просто, ну, редко обновляется. 100 рублей от Фокса, да, вот, собственно, это его вопрос. Какие лучшие рекомендации по алкоголю во время вакцинации? Вообще сказали, пить не запрещено даже сразу после. Но поскольку советовали протестамол прямо при уколе и обещали, что будет не очень хорошо, то как бы сам не хочешь пить, нафиг надо. Будет ли коллективный Запад пытаться дальше провоцировать Путина за плывами в Крымские воды? Да. С чего вы думали, что пач, Стон Айланд, на куртке признак правозглядов? Всего лишь признак того, что у человека все хорошо с деньгами, особенно в случае Алиханова. Ой, ну, нашли дорогую Марку, господи. Пичугин может быть виновным, причем с большей вероятностью не в том, за что он сидит. Ну, как бы, набор убийств-то есть, и тогда дискуссионных. Здравствуйте, Олег. У Бабченко противный пост променшован. Украинец понятно, но вот Скобеева, теперь мы уже не мы же братья, вот где это украинство. Не по нации, по сути. Разве нет? Не видел, наверное. Романовос Косванагас в США родился, но тем более и Дарю Сигире нас тоже. Айдос, у вас проснулся литовец наконец-то и дернул черт Ходорковского за язык насчет Севнефти. Всем писька о русском, как относитесь к Александру Розенбауму с уважением. На самом деле есть какой-то набор его песен и в телепплеере, да, и отдельно выделяю песню как-нибудь в исполнении Пугачевой. Кстати говоря, я люблю позднее Пугачеву. Следите за русскими литературными премиями. В этом году Шойгу отличился, но в шорт-лист не попал, да. Позиция по Пичугину, моральная дилемма, Олег Кирпич и Глеб Жеглов. Да, Олег, кому в чате кинуть 700 рублей? Разберемся сами. Гаити, Доминикан, отделят остров, вторая под протекцией США, первая совки, все логично. Ну, как бы да, но не совсем, наверное. Когда следующая передача на Эхе, напомним, приз, завтра в 22 маяска. Можно, да, где дурь сегодня столкнулся, два кролестого пищи на битве, здесь, простите, мы болеем за Маргрету и Викингов, Баба Лес должна быть послевновлена. Хорошо, можете болеть против меня, я не буду обижаться. Постарел, да, это правда, я смотрю на свои фотографии, там, не знаю, пятилетней давности, какой был гладкий, но на самом деле, с годами, на мой вкус, симпатичнее встал. А русские уже меньшинство в Москве, ну, Вильфраз, звук катастрофы, моментами, блин, Вася Басин, но я не знаю, что случилось традиционно, наверное, интернет, наверное, сглазил кто-то, как говорит Маргарита Симонян. Вопрос русских за пределами РФ угроза войны по типу Югославии, а в итоге распад СССР прошел сравнительно малой крови, согласны, айдос, малой крови не бывает. Звук русофоб, русский народ червь, народ пидор, не показывайте Соловьеву. Как можно сравнивать огромную Москву и крошечный Иерусалим? Зачем Маша пошла к Красовскому спорить с Марковым про Боинку, Навальниц, говорю, что с Эвердом было интереснее. Олег, читаю статьи деятеля русской партии совки Аполлона Кузьмина, особенно его критику Гумилева евразийства. Да. Эдвард, так, рука в жопе дело, говорит Олег, песенка Берды еще не спет, а скоро начнется. Табилы двинут туда в стране слабая армия дефицит, так что ждем автопати. Ой, да. Ну, с другой стороны, представить ввод российских войск в Урменистан, наверное, как бы, кто более русский, Путин или Навальный? Не знаю. Явлинский кукол дня? Да нет, почему? Дед подкаблучник. Да. Как говорят в московских гостинах и украшу Тротенберге, они осваивают крупные туристические кластеры. Это да. По факту, ведь хорошо иметь очень плохие отношения с соседями. Да. Когда последний раз давали бытовую взятку, делали это в Лондоне. Слушайте, я не самоубийца. И вообще бытовая взятка, вот я рассказывал, как я ментам в Олимпийском давал, как бы наличные, которые у меня были с собой. Было ли еще что-то? Ну, я же, опять же, я пешеход, во-первых, во-вторых, а где? Мне давали с собой в командировку пару раз в коммерсанте наличные доллары в нулевые годы, если там придется подкупать какого-нибудь, условно говоря, мента. Но представить себя покупающим мента наличными долларами, там не знаю где, на Камчатке или в Забайкалье, я вообще не мог никогда. И правильно делаю. Сериал «Пищеблог» получился на удивление милым и умеренно антисоветским. Как считаете? Надо показывать кино «Советский период», надо и показывать милые антисоветские. Биша был не президент, а премьер, который посадил под домашний лес губернатора от королевы. А потом американцы ввели войска, и он погиб при этом сам, да. На что похожа русская душа? На меня. Олег, вы смотрели в конце 90-х рестлинг с Николаем Фоменко по ТНТ? Без Николая Фоменко и по России, нет? Ну, видимо, раньше. В Англии есть культура супов или как у американцев чикен суп и щаудер? Ну, суп дня обычно везде всегда только одно блюдо вот в пабах, да, и там он либо зеленый, либо желтый. Вот. А так у этих самых жазландцев есть калам скинг, вот великий суп, абсолютно похожий на норвежскую уху, но, пожалуй, получше. Хочу считать, увей, денег на републик жалко. Ну, смотрите здесь и зовите своих родных и близких. На самом деле, спасибо большое. Так, Пичугин и Диодж ждал 18 лет, чтобы сдать Ходора. По вашей логике, зачем ждать хоть день? Надеялся, что, типа, удастся дождаться. Навальный, не русский, а украинец, разве нет? Да нет, почему? Я тоже любил эфиры на КП. Гренада сейчас почти чеченская колония, их посол одессит, схематозник с Брайтона, помощник с дипломатитетом, фронтирует Кадырова. Да, ничего себе. Куда делись народные депутаты после 1903 года? Я сам задавался этим вопросом, познакомившись с взявшимся из ниоткуда Ильей Константиновым, когда меня Травкин зафрендил в Фейсбуке. Откуда делись? Никуда. Просто им, как бы, дали понять, да, что их больше нет. Депутат Челноков, или Иона Андронов, например. Ну, такой, я думаю, уже по нашим меркам Хинштейн тех лет, да, КГБшный журналист 80-е годы. Вот. Вполне достойно введший себя в противостоянии с Ельцином. Поисчезали реально, да, кто... Челноков был заметный очень депутат. Депутат Павлов Николай, да, правда, я помню, даже он был в партии Бабурина. Вот партию Бабурина им разрешили, как бы, сохранить. Мочилово УГ кремлевские тейки. Вот серьезно. Заявление ГАЯ-ГАЗа доказывает. ОГЭ нужно для стабилизации, не для того, чтобы в ЗАГСобрании какой-нибудь области было от КПРФ. Зачем нам с вами дестабилизация, тогда я спрошу. Очень синяя борода Гладков же. А, извините, да, принимается. То есть я не задумывался, поскольку поет Боярский, подумал, что этот самый. Навальный украинец, ой, слушайте, а Волков еврейский националист. Вот тоже методичка, да. А интересно, как бы Зюганов решал вопрос Чечни, став, не дай Боже, президентом в 2006 году. Если бы он стал президентом в 2006 году, Чечня была бы, ну, это же было после Хасавюрта, да. Хасавюрт был между турами или после. Ну, Ельцин как бы закончил войну перед выборами, да. Синяя борода Супермуль, да, 1484 рубля Слава Кашину 12-22. Как же хорошо, что можно прожить хотя бы полжизни в Совке. Нам ту половину, детям нашим, внешнюю. Артемьев или Дунаевский, не, ну, Артемьев, наверное, великий композитор, но мы же любим не великих академических композиторов, а так у Артемьева есть. А, у него вот две великие мелодии, вот это ППК, да, и, которая из Сибириады, и которая Дельтаплан из Родни. И на самом деле я как раз вот к песням насчет Дельтаплан, и я вам спою еще на бис, относился всегда именно плохо, потому что, ну, блин, если ты уже написал инструментальную тему для кино, не делая из нее эстрадную песню. Зачем? Ну, самый крутой Чернавский, да, у которого вот одна как бы тема, которую мы не раз слышали в разных вариациях, по-моему, есть три песни, включая стюардесса по имени Жанна, и, собственно, музыка из фильма Выше Радуги, да, вот, то есть чувак придумал одну как бы удачную фразу и много лет ее эксплуатировал. Как думаете, Свелков сам не хочет в мультфильм, или его не пускают? Ну, сам, он как бы с принципами человек. Между КП и Эхо выбираете, где больше платят? Больше платят на артии, естественно. Почему четыре, а не шесть? Так, кукольные мультфильмы, это страшно. Кроме Домовенко Кузи, наверное, да? Да, Чебурашка норм, на самом деле. ВП, так, нравилось, как дед гонял голована. Аудитория радио КП днище. Кто такой Джига на могиле? Какой-то правый молодой человек. Вот, я, круто, фамилия Зотов, но, по-моему, там что-то менялось и поменялся ведущий канала. Разве виноват фельдмаршал в развале Третьего Ореха подписавший капитуляцию как Ельцин в 1901 году? Нет, Ельцин подписал не капитуляцию все-таки, да, а он устроил переворот, свергнув Горбачева в декабре, да, Горбачева, пытавшегося строить конфедерацию. Поэтому, да, как думаете, Бабангида жив? Да, блеснул. Так, много ли сказать, что у вас лично больше симпатии к Стрелкову, чем вы написали? Не, я думаю, в таком виде, не, я не, Стрелков не та тема, где как-то что-то особенно скрываешь. Куда уж больше симпатии. Забавно, вчера глава журиканского фестиваля такой представитель афроамериканец в бейсболке датой 16-19 обличал гангстеров Трампа, Болсонару и Путина. Да, вообще кошмар. Проявление Мэйна Дрыкина шимать можете сказать? Добрый вечер, никогда не был поклонником. Звягинцев снимет фильм на английском. Хорошо, Михалков снимал тоже на английском, да. Слушали легендарный бомбин и верни блатные песни? Только Северного раз слушал. Но, признаюсь, было приятно, было приятно гонять врагов дедов в чате ради АКП. Спасибо, прохвост. Новость с 2011 года американская панорама про ночной уход штатов из США реализовалась теперь. Как считаете, какую еще реализацию пройденных новостей мы увидим? Понятия не имею, но мы, да, все видим. Стандартный уже, да, заход такой, там, не подумайте, это не панорама, да. 40 рублей же на топовое. Спасибо, Вячеслав Рябков, это правда. ВП будешь топить заданию? Часто говорите слоган свежеводцев в перских коммерсах не известие. Почему в перских коммерсах? В перских сибет, конечно, известие. Краткое по времени рекламная кампания известие с перцем, да, но почему-то я ее запомнил. Наверное, она была, когда раскололся коллектив, когда голембеовцы ушли в новое. Про Пищугина интересно, может, колонку на репаблик? Нет, я запланировал писать про куколдизм. Поставил на гол Кейна. Как относитесь к раскольникам из Густапсова чата 2? Почему вы не заходите в их чат, если они остаются верными кашинцами? Чат не мой, поэтому это как там сторонники Навального и масон Богданов создают новую партию. Гоуфутбик, сейчас пойдем, не волнуйтесь. Кофе, где Марат? Ни Кофе, ни Марата, ни Зигги. Да, и Марат непонятно исчез, не отвечает мне. На ваших глазах опять теряем людей. На наших глазах умирают товарищи по-русски рыбах, ровно на груди. Прожить не в Совке? А, не в Совке, да. Мы прожили в Совке сколько? Вот с 90-й не в Совке. С 89-го, да, по сейчас, наверное, нормально. Артемьева самая легендарная свойствия чужих. Ну, согласен, как бы, но при этом просто растиражированные как бы в шоу-бизнесе две, да, из Сибириады и из этого, из родни. Джига, коллективный продукт в Зотов уходил. А, ну вот, Банановые острова, Великий Альбом, Чернавский, Матецкий. Матецкого не котируем, тоже понятно, почему, естественно, да. Причем, не скажешь ведь, что лаванда украдена у Коэна, но Эрнст нас так научил, и мы верим Эрнсту. Хасавир был после штурма Грозного Масхадовцем по случаю Новгородс Ельцин. Да, согласен, спохватился уже, когда сказал. Чернавский, здравствуй, мальчик Бананан и Белая дверь. По России без Фоменко это не рестлинг было Гладиаторы. А Гладиаторы это был не рестлинг? Музыкальная тема одинаковая в фильмах дневник директора школы и Гардемарины вперед. Смешно так? Ну вот да, халтура. Если человек отрезанный ломоть, он не может быть гостем эфира? А о чем речь? О ком речь? Так, дорогие мои маленькие любители футбола. И большие, и всякие. Я сам пойду смотреть и есть стейк. Иван Никитинович не пустили с Чекушкой в Ельцин-центр, поэтому пьет за нас вне. Сам же Ельцин-центр нечто отвратительное и должен быть разрушен. Вот. Спасибо, Иван. И я думаю, я думаю, да, я думаю, мы победим. Стелков Великий о Легоиде. А что о Легоиде? Отрезанный ломоть. Не знаю, чьего эфира, какого эфира, но Легоида нам не друг. Естественно, хороший стрим. Спасибо огромное. Всем пока. До завтра. Завтра стрим и завтра Лазерсон на эхе. Не забывайте о нас. Пока.